МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам о крупнейшей строительной организации Белоруссии Гомельском домостроительном комбинате. И в частности, в каких городах России ценят высокое качество строительства жилья гомельского ДСК. А также в каких квартирах хотят жить гомельчане. Гомельский домостроительный комбинат – одна из крупнейших строительных организаций крупнопанельного домостроения Белоруссии. Более 60% вновь возводимого жилья в городе над Сожем, да и в целом в Белоруссии – это дома гомельского ДСК. За 50 лет работы предприятие только в Гомеле построило свыше 5,5 миллионов квадратных метров жилья. Это практически половина общего объема жилого фонда областного центра. Высокий уровень качества производства, наличие высококвалифицированных специалистов позволили гомельскому ДСК выйти на строительный рынок жилья Российской Федерации и в частности в Московскую, Смоленскую и Калининградскую области. С 1984 года мы присутствуем и на рынке строительных услуг в России. За этот период смонтировано 370 тысяч метров квадратных жилья для нефтяников в городе Лангипас Тюменской области. Кроме этого, с 1998 года строители комбината обеспечивают ввод в эксплуатацию жилого поселка в городе Новогорске Московской области для работников МЧС России. Также в поселке Андреевка Московской области введено 5 жилых домов. В 2003 году состоялось открытие стройплощадки в городе Калининграде. На сегодняшний день там построено 5 жилых домов для семей военнослужащих. Сейчас Гомельский ДСК ведет строительство мини-полиса в Калуге. Общая площадь застройки почти 33 тысячи квадратных метров. Гомельский ДСК постоянно осуществляет техперевооружение производства. Результат такой работы – обновление мощностей одного из его промышленных площадок – завода крупнопанельного домостроения. В ходе проведенной модернизации на Гомельский ДСК было закуплено оборудование итальянских и немецких фирм. В результате модернизации существенно повысилось качество упускаемой продукции. Также ускорился темп производства в связи с тем, что значительно удалось отойти от ручного труда. Установленное оборудование позволяет производить изделия практически любых типоразмеров. То есть мы не ограничиваем наших архитекторов в полете своей фантазии. Также нашим заводом выпускаются не только изделия крупнопанельного домостроения, а также выпускаются малые архитектурные формы, такие как скамейки, лавочки, тренажеры, уличные беседки. В целом же работа Гомельского ДСК носит законченный цикл. От поступления на предприятие основных материалов до сдачи квартир и домов под ключ. Наряду с совершенствованием технологий, расширением номенклатуры выпускаемых изделий, здесь разрабатывают современные архитектурные решения. В 2009 году на базе Гомельского ДСК была создана архитектурно-проектная мастерская. Ее цель – выполнение прединвестиционной, предпроектной и проектной документации, а также оперативное проектирование объектов жилья, разработка новых архитектурных и планировочных концепций на базе изделий индустриального домостроения. На базе типового проекта, который был разработан институтом НИУТИС в 2008 году с наборами квартиры 2332, разработано более 25 блок-секций, более 25 предложений заказчику по планировочным, архитектурным и другим назначениям жилых домов. Стоит отметить, что за последние годы существенно изменились эстетические и потребительские требования к жилым домам, связанные как с архитектурной выразительностью фасадов, так и с изменением требований к энергоэффективности зданий. Сейчас при проектировании жилых домов стараются применять современные материалы, оборудование. Потребность жилья наша, я считаю, что достойная. Очень много желающих приобрести, потому что, смотря на квартиры панельных домов и фасады, которые были построены в 60-е, 70-е, 80-е годы, и глядя на те дома сегодняшнего дня, это, скажем так, две большие противоположности. Помимо улучшения физико-механических свойств этого дома, он еще и отвечает всем планировочным решениям. Это большие квартиры, это комнаты, это большие кухни, это лоджии большие, это высокие потолки. Если в жилых домах 60-х, 70-х годов были высота помещения 2,5 метра, то на сегодняшний день это уже 2,65. Это очень чувствуется помещение значительно. В числе последних и значимых разработок специалистов ДСК – проект многоэтажного жилого дома с встроенным детским садом. Он был успешно реализован в Гомеле в 2017 году при поддержке местных властей. Идея садика была задумана очень давно. Он оправдал себя своим, скажем так, архитектурным обликом. Он оправдал себя подходом в проектировании. Он оправдал себя в своей значимости. Сегодня он на 60 мест. Изменил гигиенические нормы. Возможность будет встроена пристроенного садика и большей численностью. Это не мешает эксплуатации дома и жильцам, и детскому саду. Это два совершенно, скажем, разных по функциональному назначению сооружений. К нам поступало очень много уже звонков не только с Бобруйска, и с Витебска, и с Гродно, и с Бреста. Мы никому не отказываем и со всеми делимся своим полученным опытом. Еще одна разработка архитектурно-проектной мастерской Гомельского ДСК – проекты индивидуальных жилых домов. Они построены в ветке и имеют различную планировку. Это одноэтажные дома. Есть двухэтажный жилой дом «Рубин» под названием. Каждый имеет свое название. Планировки абсолютно у всех разные. Причем это базовые, типовые решения, на основе которых может быть разработана любая планировка под желание заказчика. Это касается и высоты этажа. Помимо одноквартирных домов строятся из запроектированных в виде пяти эскизных вариантов блокированные жилые дома, так называемые «танхаусы». Пять вариантов, которые отличаются и планировкой, и этажностью, индивидуальным дизайном. Спрос на это есть. Те же реализованные дома на Луговой в 16-й микрорайоне показывают, что люди хотят подобные решения. Стоимость будет выше однозначной, чем в многоквартирном жилом доме. Кроме того, Гомельский ДСК может предложить жителям областного центра и двухуровневые квартиры в многоэтажке. Такое жилье уже построено в 16-м микрорайоне города. Двухуровневые квартиры расположены на последнем этаже вот этого дома. Их общая площадь от 80 до 90 квадратных метров. Так в каких же домах предпочитают жить гомельчане? С этим вопросом программа «Большая стройка» обратилась к жителям города над Сожем. Нужно идти в ногу со временем. Почему? Потому что двухуровневые квартиры – это сегодня требование времени. Потому что, поймите, все развитые цивилизованные страны, они стараются делать первые этажи, это бытовые. А вторые этажи – это, конечно, спальни с санитарными комнатами. Это все, естественно, нормально. Пора и нашему городу побольше таких квартир. Конечно, предпочтение частному сектору. Там более безопасно и более комфортно, конечно. А мне хотелось добавить, что частный сектор – это хорошо, конечно, чтобы был маленький приусадебный участок. Наверное, это интересный вариант. Потому что зона, будем говорить, гостевая, кухня и бытовые все на первом этаже. И спальня, как бы спокойный, тихий район на втором этаже. В молодости очень хорошо иметь свой дом. Я бы вот так считала. Это прекрасно. Ну, а когда становишься намного постарше, ну, сложновато. Если это будет востребовано потребителем, конечно, почему бы и нет. Есть же разный уровень доходов у людей. Если кто-то хочет жить в жилье повышенной комфортности, пожалуйста. Если бы мне было 30 лет, я бы выбрала свой дом индивидуальный. Чем старше становишься, тем, конечно же, хочется поменьше вкладывать в него и заботиться о нем. Поэтому меня вполне устраивает квартира. Дух уровней – да. Мне понравилось. То есть я считаю, что лучше, наверное, дом, пускай, будет двухэтажный, чем двухуровневая квартира. Лучше квартиру. За домом надо слишком много и сильно долго ухаживать, чтобы держать его в нормальном состоянии. Меня вполне устраивает одноуровник квартиры. Я бы выбрала индивидуальный дом. Почему? Ну, потому что там есть небольшой приусадебный участок. Двухуровневое, конечно, жилье лучше. Ну, потому что на втором этаже это как личные комнаты, личное пространство. А первый этаж – это такие бытовые, хозяйственные, наверное, комнаты. Если это двухуровневая квартира, то ее цена будет примерно как частного дома. Поэтому лучше бы я жил в частном доме. На данный момент Гомельский домостроительный комбинат возводит комфортное и уютное жилье в нескольких районах областного центра. В частности, вы можете приобрести понравившуюся квартиру в новостройке по улице Мазурова. В настоящее время Гомельский домостроительный кабинет осуществляет застройку в разных районах города Гомеля. Это районы Хутор, 96-й, 104-й и район улиц Федюнинского. В настоящее время все квартиры, расположенные в домах по улице Федюнинского, уже распроданы в рамках 240-го указа. Кроме того, Гомельский ДСК может предложить для всех желающих приобрести квартиру в доме КПД номер 11 по улице Мазурова, в 18-м микрорайоне города Гомеля. Стоимость квадратного метра составляет 1200 рублей. Если вас заинтересовали новинки в возведении жилья от Гомельского домостроительного комбината, или вы планируете приобрести квартиру в новостройках города, взять в аренду встроенное помещение, то вас, конечно же, ждут специалисты предприятия по адресу Гомель, улица Лазурная, 17. Кроме того, интересующую вас информацию о строительстве жилья в Гомеле вы можете найти в интернете. Гомельский ДСК имеет свой сайт, а также страницы в Одноклассниках и ВКонтакте. Сегодня программа «Большая стройка» узнала практически все о том, как и где возводит жилье Гомельский домостроительный комбинат. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин